Платежная структура есть база данных, у платежной структуры есть программное обеспечение, которое обслуживает какие-то сервисы и прочее. И пока это все. Как это обычно работает? Обычно это работает так, что клиент имеет какую-то денежку, он идет в бизнес что-то купить, бизнес получает эту денежку, прямые рыночные самоотношения. Однажды появились банки, то есть богатые дяди, которые давали бизнесу деньги, чтобы они сделали свой продукт, открыли лавку или еще что-то. Так сформировались первые отношения между банком и бизнесом. Потом появились конкретные физлицы, которым, чтобы что-то купить у бизнеса, понадобились кредиты. Они тоже начали обращаться в банк. Так и банк эволюционировал, чтобы получилась база данных. Надо же как-то вести тех, кому он дает деньги и с кого потом их требовать. Вот. И однажды решили, что если есть такой банк, который дает деньги одним и вторым, а потом эти деньги как-то между ними еще и тусуют и меняют, они решили, что вот это вот можно завязать где-то у себя. Таким образом появились первые технологии buying. Это то, о чем, в принципе, сейчас я тут говорю. Эквайринг в основном работает через минимум четыре сервиса. Первая его эволюционная форма была офлайн эквайринг. Эквайринг. Это обычные терминалы, которые вы видите в магазинах, где вы картой оплачиваете. Это генерация инвойсов, генерация платежных каких-то отношений. Но все они как бы, по сути, привязываются к юридическому лицу. Потом, когда появился e-commerce, продажа онлайн, появились онлайн-инструменты. Сначала они были сформированы как программный посредник вот этих, то есть подобие братья вот этих офлайновых. А потом уже, в принципе, финансовые учреждения просто свой эквайринг начали распространять и на онлайн. Работает в основном так, что бизнес оформляет у себя что-то вроде этого. То есть это такой портал. На самом деле, в практике у бизнеса появляется вот здесь плюсик, что у него есть эквайринг. Банк, в свою очередь, имея счет бизнеса, счет бизнеса, также открывает транзитный счет. Когда вот эта вот идея появилась, на самом деле, она началась с платежных систем. Какие платежные системы вы знаете? PayPal. Что, серьезно? Алиэкспресс. Нет. Как Алиэкспресс? Я говорю, эпоха офлайна. Офлайна? Ааа. Офлайна. Офлайна. Вот то, что вы назвали, вообще не платежная система. А что? Нет. Потом расскажите. Паренье. Мишон крисов. А, это Американ, Экспресс и всякие, типа, всякие мастер-карты и... Вот это основные. Все остальные это локальные. А чеки? Так они только в Штатах существуют. Нет. И на самом деле, они уже особо не пользуются. Ну, зараза не веборами офлайна. Смотри, на самом деле, чек, это, по сути, ценная бумага, типа, опциона. Да. Что ты там, счет своего какого-то. То есть, есть у тебя здесь, в базе данных, есть какой-то счет, деньги. Ты это делаешь, как финансовые обязательства свои, перед банком. В целью, там, предоставить кому-то какую-то сумму. Это операция, выполняется около, если в общем, то есть, первая вот, там, контакта качает, там, последняя, она хранится, там, года два. А исполняется она недели две. Это настолько прошлая эпоха. Это просто нереально. А все равно, что следующая эпоха финансовая будет в том, что банка в принципе не будет. А будут пир-то-пир платформы, еще дальше, там, какие-нибудь буткоины и прочее, всякая фигня, тут вообще не то. Чеки, забудь. Я сейчас тоже про чеки и динам. Не, так я прочитал и про чеки и догадал. Я бы больше в инвойсе верила, чем в чеки. Вот, есть платежная система, есть транзитный счет, есть счет банка, который тоже должен получать какую-то денежку. И банк должен отдавать еще денежку в платежной системе за то, что он пользуется ее услугами. Поэтому, когда клиент приходит к бизнесу, рассчитывается вот этой штучечкой, где у него есть там какие-то деньги, он обращается сюда. А вот эта вот штучечка, в свою очередь, делает такую информационную строку, называется назначение платежа, которая попадает вот сюда. Вот это вот программное обеспечение, оно сродни биллинговым системам, это биллинговым системам, типа как у мобильных операторов. Это система, которая, имея большую базу данных и единицы физические, типа как уникальные пользователи и данные по этим уникальным пользователям, в онлайн режиме формируют списание и движение данных, как финансовых, так и, в принципе, данных по своим сервисам. Когда назначение платежа попадает в биллинг, оно имеет, ну, как и штрих-код, в каждое значение, в каждое поле, в каждый параметр закладывается какой-то сегмент или какая-то услуга. Этот биллинг дальше развивает все этапы общения с банковской системой. Он отправляет это в какой-то инструмент бухучета. У привата это называется... Ай, не помню, как назваться, извините, под ногу. Он отправляется сюда. Этот бухучет такой, типа, ну, он же не может их где-то разместить и не вести их через все свои финансовые инструменты. И он их отправляет на транзитный счет. В свою очередь, есть система, которая по этим параметрам назначения платежа, которые купали в биллинг, понимает, что вот это счет бизнеса. Счет бизнеса должна уйти вот такая вот сумма. Но какая-то кусочка этой суммы уходит обратно в банк. И после того, как она указывается в банке вот здесь, банк управляет остальную часть платежным системам. У нас в Украине, в принципе, платежные системы работают примерно на одинаковых условиях. То есть, в свое время работали на одинаковых условиях. То есть, платежные системы с каждой вашей транзакции забирают 1,8%. Сколько бы вы не платили. Плюс банк берет свои, там, 1,5%. После АТО и кризиса в Украине, в Украине виза стала брать 2,4%. Мастеркард остался на уровне 1,8%. В принципе, в обслуживании я больше люблю визу. Я с обеими платежными системами их представителями общалась. Мое субъективное мнение, что за визой будущее. Потому что эта компания сейчас уже работает над тем, чтобы сделать свой платежный сервис вне банков. Чтобы сделать сервисы, которые будут консолидировать и создавать услуги, оплаты товаров и чего-либо угодно от физических лиц в будущем. В будущем, в котором банков не будет. И оффлайн терминалов тоже. То есть, карты, в принципе, не нужны будут. Мастеркард, в свою очередь, очень много вкладывает в маркетинг, в лояльность. Но даже качество карт, на мое, опять же, субъективное мнение, гораздо хуже. За всю жизнь работа с картами у меня было от 15 до 35 карт в свое время. Мастеркардовские карты при разных обстоятельствах ломаются чаще, чем виза. В Европе это работает таким образом, что виза берет большую комиссию. И чаще всего, если вы приходите в какую-то торговую точку, и они видят, что у вас карта виза, они могут сказать «No, no, no, just cash». И они просто откажут вам принять платеж с визы. Потому что в Европе, ой, здрасте. В Европе, по большому счету, платежи проходят вот в таком вот образе. Потому что, чаще всего, если у него, в принципе, у них просто нет такой маржи. В нашей стране маржа на товары чаще всего в 3 раза превышает себестоимость. В Европе маржа составляет до 10%. И отдавать там 5% платежной системе они не всегда готовы. Если там они с Мастеркардом там у своего банка договорились, что они дают 1,8% и в итоге получают 2,2% дохода, там, из 4% своей маржи, они это готовы пойти. Но если из 4% маржи им 3% приходится отдавать за то, что человек оплатил визы, они пошлют на хер. В принципе. Я могу объяснить то, что в заграничной карточке в Австралии и Новой Зеландии снимаешь наречку в последнее время, 7 долларов, фиксирована комиссия. К тем, что виза и... Одно вопрос об этом. Я расскажу сейчас про онлайн, что для вас. Не было раньше. Будет. Ты видел там, приватно национализировали, да? Да. Посматриваешь. Год не могу понять, что... Через месяц у тебя, знаешь? Я здесь не буду. Я манал. Вы национализировали? Да. Вчера. Вчера. А потом... А потом... Да. Маленькая специфика. Пока про оффлайн. Оффлайн терминал. Они еще в ближайшие лет, наверное, в 40 точно никуда не свалят. Нам надо с ними мириться. Терминал существовали? Нет. Терминал, который в магазине у тебя. А. А. Они в одном раз. А? У меня в том, что... А? Нет. Они-то онлайн. Но в финансовой и финтековской сфере их называют оффлайн. Потому что, по сути, они находятся не в БЭБе, не в интернете. А. А, а когда будет что? Подожди. Подожди. Ну вот куда ты дорогоешься? Это уже где-то. Я тебе говорю, ближайшие 40 лет, пока ты станешь дедушкой. Экварин классический, никуда не денется. Существует в основном три производителя хардверных девайсов. То есть терминал, терминал и еще два. Не помню каких. Инжетика, в свою очередь, они самые прогрессивные. Они доработки выполняют в течение месяца. В чем логика этих хардверных девайсов? Они формируют назначение платежа. Они снимают данные с карты, формируют назначение платежа и дальше его передают в систему банка. Каждый из этих терминалов в программном обеспечении устанавливается банком. Но программное обеспечение, в свою очередь, которое устанавливается сотрудниками банка, техническими специалистами, пишется компанией. То есть в свое время запуская сервис программы лояльности для юридических лиц, где они могли предоставлять бонусы и скидки без человеческого фактора в онлайне через терминал. Один из производителей доработка мне делал 4 месяца. Маленькую доработку. Добавление поля и становление его в модуль. Поэтому, в принципе, сейчас очень многие банковские системы, которые предоставляют такие услуги, в частности приват, закупают в Китае андроидные терминалы, которые работают на андроиде, которые они смогут централизованно ими управлять. Это, кстати, еще одна причина, почему, например, приватские терминалы обслуживают одну транзакцию реально минимум на 3 секунды дольше, чем другие. То есть, например, если вы в Макнональдсе с Ощадовским терминалом оплатите, операция пройдет практически мгновенно. Если вы будете платить на приватском терминале, она будет идти дольше. Вся причина именно в той функциональности, которая есть в терминалах. То есть, например, в Ощадовских терминалах есть одна функция – оплата. Все, больше ничего нет. В приватовских терминалах есть бонус-плюс, дисконтный клуб, уровни клиентского разрешения – это Gold, Platinum, Infinity, услуги и прочее. В зависимости от юридического лица формирование транзитного счета на уровне, то есть распределение на несколько юридических лиц. Мультимерчанты – это когда у тебя, например, ресторан, у тебя одно юридическое лицо принимает оплату за кушку, и второе юридическое лицо за алкоголь. То есть, у тебя в терминале два юридических лица. Это все есть в программном обеспечении. Из-за того, что такое программное обеспечение в терминале настолько тяжелое, поэтому оно, в принципе, там и работает так плохо. Это то, что вспомнили. Дальше следующая эволюция, которая появилась. Все начали пытаться через интернет пиарить свои магазины оффлайновые, а потом решили, а что через эти оффлайновые магазины не продавать, а как же деньги получать. И сформировались первые онлайн-сервисы. В идеале хотелось бы в будущем получить какой-нибудь транзакционный онлайн-сервис, который сможет выполнять межбанковские операции мгновенно. Сейчас даже внутри страны одна межбанковская операция может выполняться от трех дней рабочих. Это достаточно сложно и катастрофично, особенно если ты, например, сейчас там себе покупаешь горячий тур, оплачиваешь картой, а в турагентство придут деньги через три дня, а тур у тебя завтра. И все, и ты ничего с этим не сделаешь, то есть, по сути. Для того, чтобы такую систему по сути создать, нужно очень много ресурсов на согласование или создание асинхронных процессов согласования, передачи финансовых данных от банка в банк. Для этого нужны такие инструменты, как и в штатах типа Credit Score и независимое предприятие по ведению финансов всех граждан, граждан страны. Вот. Но те аннуальные инструменты, которые сейчас есть, они классифицируются в нескольких видах. Есть эквайринговые системы, которые выпускает конкретно определенный банк. Есть эквайринговые системы, которые просто являются мостиком между этими банками. То есть, они получают информацию, отправляют информацию. И есть независимая платежная система, которая просто типа PayPal. По большому счету, принцип работы PayPal такой, что типа есть где-то консолидированное облако, ты там зарегистрирован как информационная единица, там вообще сразу что-то там по тебе сохраняется и что по тебе есть. Ты там подвязал какую-то карту. Далеко не каждая карта может быть туда подвязана. А начиналась даже не с карты, а с банковских счетов? Не могу сказать. То есть это у них даже до сих пор прописано. Подтвердите аккаунт, добавьте банковский счет. Но украинский банк естественно не зайдет. Карта это твой банковский счет. Вводить деньги можно. Нормально. То есть банковский счет, то есть там вводишь ветку, номер счета, где находится, тебе приходит в течение двух дней там пару центов, ты должен ввести, что тебе пришло, подтверждаешь и полностью работаешь. Потому что даже если у тебя нет денег в PayPal, оно идет запрос в банк и там зачерпнет. Правда тоже не сразу. У меня была ситуация, что в банке был ноль, я заплатил PayPal 20 долларов. А банк где был? А, в банке даже ноль был. Я вообще счет в банке закрою. В каком банке? В банке где был? В Австралии. Ну вот. И PayPal туда, а у меня уже куплен продукт. И соответственно, ну, я PayPal... А давай говорить в реале, что ты сегодня сидишь в Киеве, в Украине. Ты бы смог подключить свой украинский счет в Украинский банк? Нет. Не так подключены счета. То есть, говоря о типах тех систем акваринговых, которых есть, вот тот пример, который ты сказал, это пример, когда абсолютно независимая система работает как посредник между финн-учреждением и прямыми клиентами. Там договоренности по. Это если... Так. Я, наверное, что-то пропустила. А не просто... Ну... Смотри, почему PayPal в Украине нет? Почему? Ну, пошел. Бандиты здесь. И там. Скажи, Бандиты. Они не хотят с этим работать. Не доверяют. Не могут и вы... С этим же банкам нашим не доверяют и так далее. PayPal нас доводяем украинскому законодательству. Крапка. Что приватнее? А у меня это PayPal, а у меня это законодательство. По-моему... PayPal мне еще нравится работать со странами в СНГ. Раньше пытались. Ну, ему просто не надо. Ну, мне не надо. Они давным-давно пришли к тому, что... Ну, у тебя еще счет в Австралии. Ты узнал, что через Австралию все деньги вывел и все. Тебе так удобно? Ну, да. Там банк высказывает. Поэтому не выходит. Потому что те, кто этим не пользуются, они не будут пользоваться. Ну, и плюс у нас, да, у нас правда очень негибко регламентированные нормы и порядки. Чисто гипотетически, если у нас банк там что-то информационализирует и сделает что-то супер крутое, то, может, они и будут. Так вот. Идем в эту схему. Онлайн-инструменты, они, по сути, тот же терминал. Это просто программное обеспечение, которое не устанавливается в хардверный девайс. Оно просто существует в Web. И оно совершает, как бы, вот этот вот, оно от этого клиента назначение платежа, которое попадает в биллинг самой эквайринговой системы. Этот биллинг, в свою очередь, имеет умные алгоритмы, дипмайнинг и прочее, который распределяет назначение с точки зрения по каким условиям и прочее. После этого оно попадает в систему финансового учреждения вот этого человека, формирует здесь снятие, не на транзите, а здесь снятие. Идет в финансовые счеты систему вот этого клиента, обращается на транзит, говорит, вот я вам денег дам. Транзит отправляет что-то на счет юридического лица, что-то на счет банка, а банк, в свою очередь, в платежной системе. Работает все точно так же, просто есть вот такой вот посредник. И вот этих посредников у всех свои какие-то правила. На примере одного из стартапов у пандата инкубатора предыдущей волны столкнулись с тем, что, по большому счету, финансовые системы эквайринговые, которые есть в Украине, они не создают фискальный чек. Есть прекрасный кейс. Если кто-то знает, стартап-постер. Стартап-постер – это планшетное обслуживание ресторанного, отельного бизнеса. То есть это очень простая система создания логистики, оформления заказа и оплаты его. Когда они его запустили, был спрос, все хотели его, но нельзя было подключить эту систему к терминалу и проводить оплату. И то, что мы делали в первую очередь, когда мы его запускали, мы делали фискализацию чек. Фискальный чек, который выходит из терминала, имеет право выдавать только финансовое учреждение. Только финансовое учреждение, которое зарегистрировано в налоговое, в хозреестре, как учреждение финансовое, оформляющее аналогично соответствующие операции. Если учреждение не имеет права на ведение такой деятельности, оно является разработчиком, который просто создает сервис-посредника, она фискальный чек выдавать не имеет права. Таким образом, стиртап, который был в Open Data Incubator, он стал использовать аналогичный онлайн-провайдер и столкнулся с тем, что для подтверждения оплаты услуги, они сделали оплату услуг государственного сектора, они не могут предъявить чек за оплату, как обычно в кассе, выдают чек, с терминала вам дают чек, в оплате в кассе банка вам тоже выдают какой-то чек. И ту кританцию электронную, которую генерируют платежные системы, они не ликвидны, не рентабельны, то есть они не подтверждают того, что была операция. Операцию может подтверждать только документ с генерированным банковским или финансовым учреждением, человека, например, который совершил оплату, или человека, который получил эту оплату. Где есть данные конкретного юридического лица или физического лица с конкретным счетом, по которым можно работать и, ну, типа, рассуществлять какое-то получение данных и, естественно, там судебное разбирательство и вообще, в принципе, анализ ситуации. Если это вот такой вот посредник, такой посредник работает с ограниченным количеством данных и он далеко не всегда имеет право вообще обращаться к более глубоким данным там по пользователю. Он может просто запомнить сумму, которая велась, адрес одного, адрес второго и осуществление этой транзакции. Все остальное совершают внутренние биллинговые системы эквариинга финансовых учреждений. То есть, если вы, например, заплатили оплату штрафа по налогу какую-то через онлайн, там, через iGov, там, еще через что-то, вы оплатили через лекарство, то та квитанция, которая вам пришлется к Pay, она не считается регламентированным документом. Будет считаться регламентированным документом выписка по этой транзакции, там, из банковского счета, то есть в отделении или там, если вы ее загенерируете, в приват 24, где есть мокрая печать и подпись юридического лица, которая реально гарантирует, что вот такая транзакция была по такому клиенту, она ушла туда. Мы это провели, у нас есть биллинговая система, которая это подтверждает, у нас есть программа бухгалтерского учета, которая осуществляет и ослуживает операцию. И только тогда она считается реально юридически ценной. Поэтому с точки зрения использования, если работать с государственным сектором, то лучше работать с эквайрингом и инструментами именно финансовых учреждений, потому что там хоть как-то можно взыскать этот документ куда-то там, вложить, дальше обращаться и обслуживать эти операции. Если же вы работаете в B2B не в государственном, то есть в секторе, то в принципе там можно использовать или что-то типа в B2B и прочее. Это как бы так. А если, ну, допустим, в многих проектах есть, кнопочка спонсировать, да, то есть у нас есть веб-сайт, и мы, допустим, там переделаем и спонсируем, да, то есть в принципе… Как crowdfunding? То есть типа кто-то хочется просто закинуть к вам денег, а на каких обязательствах? Он ставит какой-то чейкбокс по условиям и правил? Просто не бывает. Если я тебе дам 20 гривен, я ожидаю, что когда мы с тобой пойдем в следующий раз заведение, ты меня угостишь кофе. Деньги приходят на счет проекта, допустим, и уже, ну, проект отвечает, откуда вы взяли эти деньги, да, получается, если запустить эту систему эквайринга в проекте. Ну, у нас есть сайт, да, то есть в будущем счетов на ноль сайт. И если там сделать заключительный эквайрин, и это будет спонсорская помощь, оплата визой или мастер-карта. У тебя есть сайт, у тебя есть счет. Вот этот счет. Этот счет существует в каком-то банке, неизбежен. Да. Этот клиент имеет свой счет. Да. Этот счет, по-любому, может быть даже в другом банке, но он где-то существует. Да. Если он через эквайрин хочет дать вам вот сюда денег, в любом случае эквайрин формирует назначение платежа, которое идет в биллинговую систему с начала этого банка. Этот банк генерирует межбанковскую операцию с ограниченным количеством данных, которые, согласно регламенту межбанковской операции, он должен отдать. Снимает отсюда денег. Отправляет в биллинговую систему вот этого банка, где есть у юрлица деньги. И этот банк формирует через свои инструменты сюда начисление денег отсюда. Если бизнес хочет вот этому, ну этот человек говорит, я вам дал денег, и я на самом деле хочу понять, что у меня за эти деньги в итоге будет. И он берет у этого банка выписку, которая подтверждает о том, что была платежка вот такому оппоненту, в таком банке, там РДПУ, МФО, вот это вот все. У него это есть. И в этой структуре он может обратиться в свой банк, а этот банк в свою очередь в этот банк, и получить обязательства вот этого юрлица, у которого счет здесь, о том, что оно должно компенсировать по этой сумме что-то. В свою очередь в этом платеже указывается на назначение платежа, за что ты переслал деньги, и за что ты должен отдать. Благотворительный внесок и спонсорская помощь может быть в данном случае? Ну это просто мы сейчас не в каком-то продуктовом кейсе, я тебе чисто технически отвечаю. То есть обязательства у каждых банков, то есть в любом случае обязательства за отправку или за получение денег или взыскания лежит на финансовых учреждениях, которые обслуживают своими биллингами вот эти вот операции. Эквариин за это не отвечает. Терминал, в котором есть программное обеспечение, которое формирует назначение платежа, то есть на простом техническом языке это JSON-файл с параметрами, который попал в какую-то API одного банка. Он по значению этих параметров этого JSON-файла определяет, что с ним делать, отдает такой же JSON-файл, но только со своими концепциями в другой банк. Этот банк там своим по бухгалтерским штукам, этот приход или снятие оформляет там где-то в своем аудите и отправляет на счет другого человека, юрлица, физлица, неважно. И вот это вот так работает. Эквариинг он посредник между вот этими двумя биллинговыми системами, которые в свою очередь отправляют и расправляют деньги. Чек не выдает, но можно посмотреть в своем банке полностью все. И только если вот почему вот только программное обеспечение текущих офлайновых операций реально регламентирует это чеком, в котором есть код операции, по которой в базе данных ты найдешь эту платежку этого эквариинга, ты узнаешь в какой момент времени, в каком юрлице, в каких обстоятельствах, на каком кассире это происходило и прочее. Эквариинг такого не дает. Там, во-первых, нету, ну онлайн, то есть там нету чековеческого фактора, и он не присваивает никакую код операции, по сути. И в принципе там нету какого-то финансового обязательства, кроме того, что они в итоге, ну на самом деле, у альтернативных типа как PayPal или Pay4Pay, у них есть свой счет в третьем банке. То есть там, например, у них есть счет еще в одном третьем банке свой. Который говорит, что вот тут вот за вот эту операцию нужно 2% моей комиссии. Естественно. И он в той, вот тут в биллинговой системе определилось назначение, он когда ее обрабатывает и отдает туда, он туда закладывает, что чуваки, вот от этой суммы, вот это вот, это еще моя комиссия. И здесь, когда отдаются... Одно платеже и в одну трансляцию? А? Одно или двух платежей? Назначение платежа одно. Но дальше оно делится на разные транзакции. То есть, например, когда оно попадает на транзитный счет, он получается есть и у банка получателя, и у банка отправителя транзит. И когда транзитный счет в свою очередь здесь они сделали, отправили от управителя сюда. Здесь они такие, тут надо 12 гривен отправить вот на этот счет, но 2 гривны на самом деле на счет эквариата. Они попадают на транзит, где здесь отправляются, назначение платежа за 10 гривен, которые бизнесу отправляются сюда, а 2 гривны в банк и билингую систему вот этих чуваков. Это какие-то, как говорилось, существуют же? Это все, ну, естественно. Когда ты подписываешь договор о эквариате, например, бизнеса, ты это все привязываешь к юридическому лицу, вносишь данные и там это оформляется и работает с одной стороны. Там есть один транзитный счет. С физлиц там есть еще один транзитный счет. Они работают по сути, там есть бухгалтерские всякие проводки, у этих счетов есть свои коды. Например, чтобы делать там эквариат по оплате блетов, там типа идет категория оплаты услуг физлиц, это там код 2600, грубо говоря. Это привязывается там в свою очередь в госреестре к КВЭДам, в налоговой, это там в группе налогообложения, я пошел, пошел, поехала. То есть в свою очередь вот этот вот тоже биллинг, бухучет и транзитный счет и счет этого юрлица, в свою очередь, это инструменты догоняния бизнеса налоговой, например, там или еще чего-либо. То есть почему все стремятся к информационализации открытым данным, зачем вообще контаты инкубаторов существуют, а потому что это будут прозрачные системы, в которых можно будет регламентировать и контролировать в принципе все финансовые инструменты, все движения денег, анализировать, верифицировать и делать идеальными. А можно ли узнать, где закрытых источников или закрытых платных, на какой группе налогообложения определенное лицо или ЧП? Ну, с запросом на налогу это я не уверена. Ну, смотри, как это работает. В каждом, например, ресторане у них там висит, типа, лицензия на продажу алкоголя, там, юридическое лицо и прочее. Ты, по сути, можешь подойти. А, или вообще посмотреть на их терминал, когда ты вводишь пинокот, там, типа, написано ФОП, там, Дегтярь Екатерина. И ты берешь и на счет Дегтярь Екатерины юридического лица отправляешь в день. То есть ты видишь, кто это. То есть какая группа, ты уже просто по ФОПу можешь обращаться в налоговую, но в налоговую там есть какие-то регламентируют. То есть, например, если ты хочешь написать заявление о шахрайстве, как это называется по-русски? Мошенничество. Мошенничество. Если ты хочешь написать заявление о мошенничестве, то ты пишешь туда заявление, что я по такому-то ФОПу хочу, там, то-то, 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 потому что я считаю. Но чаще всего это делается генерацией через судебное разбирательство. Так просто не такой. Пока что да. Ну, типа, пока налоговая не информационализирует. Энергетическое устройство, где часть данных могут быть доступны сразу, а что-то хотя бы по запросу. Ну, вот без... Если ты регистрируешь юридическое лицо, ты сначала идешь в госреестр и говоришь, что ты юрлицо хочешь или физлицо оформить. То есть юрлицо или физлицо, ты можешь узнать госреестр. И госреестр на самом деле делает открытые данные. То есть там это можно узнать. Это без проблем. Он сейчас работает вот так вот просто. Он за один день себя операцию осуществляет. Там ты можешь посмотреть кведы. То есть какие услуги это юридическое лицо там представляет. Но группу, это налоговая. А кто знает, как у нас налоговая работает? Да, все знают, как у нас налоговая работает. Вот, поэтому здесь как бы такой момент. Так, у нас есть еще с вами 25 минут. У нас было три темы проговорено. Это развитие, этап развития стратегии развития продукта, Value Proposition и Equalient. Все вопросы вспоминайте, если вы их не записываете. Начнем со стратегии. Вот менеджер проекта, да? По большому счету, вот стартап, да? Брать там планирование, контроль, то есть плане управления проектами, системы управления проектами, какие-то, ну, использовать, методологию разработки продукта, Agile, там, что-то какие-то есть. Вопрос, какие инструменты я использую для управления проектом? Да. Ну, то есть инструменты управления проектами, методологии, которые… Это все зависит на самом деле от кейса, от того, какой продукт, какая динамика разработки тебе нужна и сколько технологий ты используешь. На последних двух проектах столкнулась с разными вещами. То есть я до текущего проекта говорила, что скрам дерьмо, люблю работать в компании и Waterhole. Использовала в предыдущем проекте Asano. Asano – это такой тест-трекер достаточно удобный. И я просто создала просто платформенные спринты для Android, отдельно для iOS, потому что у меня Android iOS догонял. Я там накидывала задачи, и у меня в каждом из этих спринтов было три стадии. Первая – это баклог, вторая – это development, тестинг и complete. По большому счету задачи у меня как поворонки были опущены. То есть разработчик на development себе перетаскивал задачу, которую он сейчас будет делать из баклога в самую близкую к ее этапу. Когда он ее делал, он управлял на тестинг, тестинг ее тестировал. Если надо было, на development возвращал. После этого он попадал опять на тестинг. Если тестинг проходил, он попадал на complete. В complete я делала приемочное, как менеджер делала приемочное тестирование, дальше выпускаю или не выпускаю это в маркет. Работала очень здорово, потому что в стартапе не всегда можно реально построить предикативные процессы, то есть не всегда можно построить так процессы, чтобы ты понимал, что когда будет разработано. И ты просто создаешь очередь в зависимости от приоритетов того, что нужно сделать, и разработчик по мере того, как выполняет задачи, берет себе их в работу. И просто в момент, когда тебе нужно делать сприт, ты смотришь все комплиты, которые сделаны, и формируешь баклог, то есть формируешь сприт, которые ты заливаешь. Но здесь важно работать правильно с артефактами, то есть сохранять релиз ноутс, историю, когда какие были обновления, чтобы дальше уже с аналитикой правильно работать. Это просто, и на это не надо время на настройку. А мы с Трелло аналогично работаем? Да, мне не нравится Трелло, потому что у меня в глазах хребет. Просто неправильный бизнес-процесс побудованный. Ну по канбану, извини, на каждой стадии, типа, аля, не должно быть больше 5 задач. Тогда просто. У меня тогда в баклоге 80 задач висит. И вот это реально бесит. А у меня в зависимости от работы с рынком, меняются приоритеты. И мне надо из этих 80 задач что-то найти, куда-то вытащить. Просто у меня долгосрочное планирование. Я знаю, что с моим продуктом он будет через год. Поэтому у меня баклог просто тупо бесконечный. И он тупо никогда не становится меньше. Просто не становится. Ну аналогично. Поэтому в этом плане с Трелло неудобно. У меня была просто отдельный загадочник, где все мои идеи описаны были. И я в зависимости от того, что у меня получалось с партнерами, с B2B, с прямыми клиентами и прочим, выставляли задачи. И было отдельно. Ну и кто же выражает, и кидали с борда на борд? Вот. А в текущем проекте у меня получился идеальный скрам. Прекрасный, просто чистенький и предикативный. То есть я реально понимаю производительность своей команды. Я реально понимаю, когда какая версия, что может быть. Я понимаю, какие гарантии по продукту я могу давать. Можно по версиям подробнее? По релизноутам? Да. Что-то. Ага. Релизноут – это когда ты, по сути, вот у тебя есть законченный комплект таски. Ты такой экстепт сделал, подходит, выполнено, 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 как менеджер. Вот версию с вот этим функционалом я выпускаю в Store. Я, когда выпускаю в Store, я эти все таски делаю done и сохраняю их куда-то там себе. И у меня есть там, например, Sprint 1, 2, 3. То есть это там версия 1, там вторая была выплатом, функции 3. И делаю табличку из этих задач. И я в любой момент времени могу посмотреть по аналитике. Ага, у меня в ту неделю случился провал в инсталлов. Или стал скачок, типа, удаление приложения. И я уже тогда обращаюсь в релизно. Вспоминаю, что в эти даты, оказывается, у меня был апрув версии. И я еще пишу версию, когда я залила, и версию, когда я ее маркет проапрувил. Дату, когда я залила, и дату, когда она проапрувлена. И я смотрю, что в эти даты я выпустила какую-то, какую-то функцию. Ага, отваливаются на логине. А я сделала новую кнопку на логине. Я такая, ага, надо вернуться к старой. Второй момент, в чем классно этих релизноутов. То есть я понимаю, когда я залила, и коммиты у разработчика тоже отмечены этой датой. Я говорю, чувак, мы тогда вот залили вот такую-то версию, верни, пожалуйста, назад. Он обращается к коммитов, возвращается к старому, и разработка занимает меньше времени. Мы пользовались в последнее время тайга. Там, в принципе, скрам, но можно, в принципе, включить на канбан. Простенький онлайн версия. Ну, на их платформе там один проект закрытый. А если развернуть у себя, то можно полноценно порезиться. А теперь расскажу про полноценный скрам. У меня, на самом деле, скрам работает Jiri. Моя продуктовая доска, канбановская. Я не могу уйти, мне реально в ней удобно. У меня там есть шаг идеи. То есть оттуда просто юзер-стори закидываю своих идей. Следующий шаг у меня аналитика. То есть это или бизнес-аналитик, или PM. Детально эту идею прорабатывает. В смысле обсуждает с командой, что хватает, что можем сделать, что не можем сделать. Может как-то поменять концепцию. Находит готовые решения. А готовых решений сейчас много. Вообще все, что хотите сделать, всегда надо гуглить в первую очередь. И, естественно, на английском языке. Потому что все уже давно-давно придумано. Дальше, если нужен дизайн, он отправляется на шаг дизайн. Разрабатывается дизайн. Возвращается в аналитику. Дописывается описание. И отправляется в бэклог. Дальше там уже идет разработка. И в acceptance, когда они оказываются, я их отправляю в релиз-ноут с релизами. У разработчиков, в свою очередь, есть процесс планирования, на котором мы берем все задачи, которые есть в бэклоге. Оцениваем в человека часах. В идеальных человека часах. То есть все понимают разницу между идеальным человеком часами и просто человеком часами. Например, в один рабочий день у человека идеальных человека часов пять часов из восьми. Потому что все остальное время ты трачешь на то, что ты отвлекаешься, отвечаешь кому-то на вопросы или узнаешь, как тебе что-то сделать или гугли что-то, ресерчишь, или ты пошел пообедать, или ты пошел покакать, или ты сделал себе чай, или ты попил и прочее прочее. На какую бы ты операцию не отвлекался, тебе надо минимум десять минут на вход, концентрацию в какой-то вопрос, и на выход. Поэтому вот эти двадцать минут расконцентрации и концентрации они занимаются внимательными. Поэтому ребята всегда оценивают задачи в идеальных человека часах. Я в свою очередь по всем компонентам, то есть по направлению каждой платформы, понимаю нагруженность и возможность выполнить какие-то задачи платформой разработчиков и группой разработчиков, планирую этот спринт. Помимо этого следующее мероприятие у меня есть груминг. Это мероприятие, в котором мы оцениваем задачи в буклоге по юзер-стори, ой, по стори-поинту. По стори-поинту. Стори-поинты – это оценка сложности относительно какого-то минимальной таски. Что это дает? Просто это, во-первых, дает возможность спланировать, то есть ты можешь поставить приоритеты. Ты видишь, что там у какого-то компонента будет недозагруженность, и даешь какую-то сложную фичу ему сделать на весь спринт. Или ты понимаешь, что у этого человека будет сложная фича на весь спринт, тогда всем остальных нужно накидать в какой-то бакфиксант. И таким образом можно расставить приоритеты на полный спринт, когда тебе известна сложность. Потому что если вы начинаете делать это на планировании, то планирование расстреляется минимум в три раза. То есть, если у вас есть какая-то компонента, то есть какая-то компонента или сбыточная организация как это делать? У нас в компании это все делаю я. Волонтерские вот такие вот что-то типа я працюю, я покажу, а я не покажу, ой, а у меня донорогия нет. Не-не-не, тут идет момент, это уже от руководителя зависит. Если ты умеешь правильно управлять, хорошо, сейчас договорюсь, как этот скрам сделать, а ты поймешь, как это делается. После этого есть оценка задач. Когда спринт заканчивается, у меня есть процесс демо, то есть я провожу acceptance всех тассов, которые были. Мне его проводит тестировщик и разработчик, который делал. Они мне выливают в конкретную задачу, делаю там кейс, при котором я хочу, чтобы он выполнялся, и я смотрю. Если я принимаю, я нажимаю accept, оно отправляется в релиз нового. После этого есть ретроспектива. Помимо этого всего, после того как у нас выполнилось планирование, я каждый день провожу стендапы. Стендапы это мероприятие, которое не занимает дольше 5, максимум 10 минут. Когда каждый человек по своему скрам-борду говорит, я сегодня сделал вот эту задачу, отправил на тест, буду делать вот такую-то задачу, отправил на тест. Если его оценка в идеальных часах не оправдалась, и он потратил на задачу в 2 раза больше, он такой говорит, ну я сегодня не сделал эту задачу, потому что оказалось, что здесь нужно использовать не готовую либо, а там сделать свое кастомное решение или там дизайн типа не нативный, мне нужно прорисовать элемент, а лояут занимает много времени. Я себе такая, ага, значит есть риск какую-то функцию не выполнить и меняю приоритеты. Плюс жира дает возможность выставлять приоритеты на задачи, которые остались предыдущего спринта и на задачи, которые вы вернулись из теста. Если задача возвращается из теста, она стоит самая первая в приоритете. Логика работает так, что цель сделать не как можно больше задач, а цель выпустить готовую фичу, то есть MVP. И если тебе вернулись с теста, ты в первую очередь делаешь что-то, чтобы оно доделывалось и попало в комплит. Потому что у нас был период, когда разработчики типа, ну вернулась на тест, все равно хочу доделать что-то. И таким образом они не возвращались к тому, что было в тесте, и у меня в спринте не выходили фичи. У меня фичи висели по 9 спринтов. Ну это до меня. Я его потом разбиралась. У каждого по-разному. У меня есть проект, который по аналогичной методологии, у них были спринты с итерацией раз в неделю. Но там в основном бэкэндные работы были, там мало программистов, там нет кроссплатформенности, и они очень быстро все делали. Там надо было очень гибко реагировать на рынок, быстро что-то переделать. Все вот эти вот примеры, все методологии, они в каждом разе, ну каждый раз они просто совершенно по-другому работают. Если вы читали книгу Rework, это книга, которую написали ребята-учредители, организаторы Basecamp, они предлагают вообще очень немерено количество подходов к применению разных методологий. Они, например, там вообще сначала попробовали просто Waterfall, потом они попробовали Scrum и прочее проще. Это как бы реально, то есть в принципе, когда должно что-то динамически меняться. На самом деле, если эти вообще в теории, если эти вообще в теорию управления этим проектами, есть вообще две сущности. Есть модель управления, есть методология управления. Методология это по сути фреймворк для кодера. Это принципы и правила, которые ты применяешь... Привет! Это принципы и правила, которые ты применяешь в... и предпочтений, как лучше организовывать какой-то процесс. Agile это же гибкие методологии. Группа Agile... Это не методология вообще! Это принципы. Да, это принципы. Это принципы построения IT-бизнеса. Это даже вот так. Если говорить о конкретном построении процесса разработки, то это конкретная методология. Гибкие есть Iconics, Iconics, XP, Scrum, Kanban... Сейчас еще остальные не вспомню. Есть очень деревянные. Не в этом больше, если сказать, но есть методология Microsoft. Она капец какая тяжелая, и ее интегрировать только год будет стоить. Ну, мы сфоткуем. Да, да, мы сфоткуем. Есть еще ряд таких. RAM. Вот это вообще просто такая охроматная машина, которую тоже очень тяжело применить. Ее используют в основных вот таких вот учреждениях, в которых помимо одной функции есть еще куча функций. Есть большое количество библиотек данных. Они между собой как-то работают. Для каждой функции есть своя библиотека. Эта функция через какой-то связующий ID-шник работает или не работает. Вот в таких системах, когда там минимум 4 биллинга, реально есть смысл какой-то RAM. Типа интегрировать. А я его никогда не применяла. IQ. IQ. Слово. Я, в принципе, пыталась работать по скраму, но это было больше XP. То есть, это экстремальное программирование. Когда ты что-то кидаешь и такой прям внутрь спринта что-то забрасываешь, и это как-то доделывается, и какой-то MVP получается. Программирование парами, да? Ну да, да, да. И когда есть кросс-функциональность. Когда один разработчик может заменять другого, и можно там, типа, одному дать, второму там сделать, и это модулями будет сшиваться в код. Но здесь сама подготовка и создание среды, в которой можно организовать гораздо дольше делается. Но так как это древние системы, то там все нормально, там можно это делать. По веб-онлайн эквайрингу был опыт с аутсорсом работы. Они построили договор Time and Material, и там жестко... На самом деле, я в инкубаторе очень часто еще Project Management веду. Просто в этот раз меня что-то не попросили проводить. Сказали, что вы все взрослые и все знаете. И я проводила agile-игру, называется CoinGame. В рамках которой... Вот, и вот сможешь погуглить CoinGame, и, возможно, своей командой сделать. Это очень интересная штука. В принципе, простым процессом переворачивания монеток вы можете воспроизвести реализацию разных методологий. Когда мы последний раз, в последней волне проводили этот эксперимент, у ребят получились данные, в которых там последний, тот пример, который они придумали, по факту в общей сумме был самый короткий, то есть создание полного цикла там нескольких итераций. Но там было очень много на первый шаг потрачено. А первый шаг, по сути, это подготовка реквариментов, да. И в большинстве случаев в любой методологии, в любом процессе правильное описание задачи, правильное донесение вижена полностью целей проекта, команде, которая исполняет, и перекладывание какой-то личной ответственности за продукт на каждого из тех, кто принимает участие в разработке, оно, я тяжело сказала? Нет. То есть перекладывание, оно реально окупается в скорости и в качестве того, что вы на выходе получаете. И, возможно, у вас есть методология сбора знаний, в первой фазе строительства, если мы говорим про архитектуру, чтобы увидеть проект, например, я всегда вижу проект в Атерфол, даже экспериментальный, но база знаний по этому эксперименту должна быть настолько большей, чтобы мы могли понять, где мы не знаем, что мы где знаем. Гугли. На самом деле, с этим есть еще один момент. Я когда только начинала… Есть технология, технология организации групповой интеллектуальной работы, да? Нет, на самом деле, гугли не всегда помогает. Сейчас расскажу какой-то пример. В свое время, только получив сертификат про звук-монеджера, начав работать в этих компаниях и, в принципе, с большими проектами, я пришла к выводу, что люди очень часто такие, надо как-то правильно организовать проекты. И такие, методы организации проекта. И всем такое выкидывается. Agile, Scrum, еще что-то. Все начинают хаотично это принимать. На самом деле, люди ленивые – это так, как свою proposition. Они прочитали абзац или какую-то там коротенькую статью на хабре. И такие, я все знаю, я сейчас все сделаю. И начинают все знать, все делать, а ничего не получается. Очень часто. Поэтому, в свою очередь, там, Циклум консалтинг с мальчиком, с которым мы в итоге делали гориллу, реально предоставлял услуги по аудиту скрамов компаниям. Они реально это делали, потому что компании неправильно внедряли скрам. Просто там себе прочитали какую-то статью, начинали делать, а кучу инструментов не использовали. Использовали 10% этой методологии, и у них ничего не получалось. В свою очередь, вот в этом плане, конечно, гуглить надо умно, не всегда поверхностно. С другой точки зрения, мы говорили про… что мы говорили? Про базу знаний. Да, про базу знаний. Вот здесь стоит прогуглить. То есть, есть целая теория, правила работы с артефактами в IT. Артефакты – это хранение всех наработок по продукту. То есть, это начиная от самого первого ТЗ, который вы написали, заканчивая теми обращениями и пожеланиями по изменению продуктов, которые вам пишут клиенты на саппорт. То есть, очень удобно, например, Atlassians, которые предоставляют услуги жира, у них есть Confluence. Мы, в свою очередь, там делали такие артефакты. Первое – мы делали там описание нашего бэкэнда полностью IP, с помощью которых мы дальше реализовывали сервисы для B2B. И туда писали обновления, там писали, как эта архитектура меняется. С ссылками, в свою очередь, на релиз ноут, в которых по датам видно, какие изменения где мы делали. Причем мы сделали так. На мобильных платформах мы делали итерации раз в две недели, на бэкэнде мы делали итерации каждую неделю. И выливали. В силу того, что мы работали с данными, которые мы парсили от финучреждений, то у нас еще и был крон, который делал репликацию баз данных, кажется, 4 раза в день. 4 раза в сутки. То есть, у нас там достаточно сложно было. И это все было нарисовано схемками, было сохранено в Confluence. Это еще помогает и экономит время, когда вы нанимаете новый персонал. Вам не надо 100-500 раз объяснять. Ты просто человека на ссылки отправляешь, он себе читает, вникает, там находит, проверяет и что-то делает. Следующий момент – это Description UI, который вы делаете там первую версию, вторую версию, третью версию. Тоже очень круто помогает. Во-первых, когда есть Description UI, у вас параллельно еще и сохраняются тексты UI. И вы можете там дальше тоже отслеживать, как вы меняли сообщения, где как было все реализовано, как это работало. Самый высокий уровень работы с такими данными – это еще привязка аналитики к каждой версии того, что вы делали. Но для этого надо отдельная аналитика какого-то нанимать, который реально будет это вести. Потому что это, я называю это микроменеджментом. И это иногда очень сложно реально. Это операционная работа, с которой тяжело работать. То есть, по сути, есть какие-то такие базы знаний, которые нужно между собой связывать. Конфлюенс дает такую возможность, дает возможность именно специализировано под айтишников, именно специализировано с точки зрения интеграции с GitHub или BigQuery. Ну да. Ну да. Театично будет простыше. Что-то без знания философских концепций, математических моделей и гуманитарийных законов. Слушайте, я просто в Project, потому что я, конечно, очень люблю эту тему, но, насколько я помню, я должна еще с вами поговорить про Product Value и про ваши ценностные предложения продуктов, на кого вы ориентированы с точки зрения бизнеса, на кого ориентированы ваши сервисы, которые вы делаете. Я бы лучше про это поговорила. То есть, были какие-то вопросы еще по акварингу, особенно у вас. Да? Мне рассказывали, были тут услуги. Бытует мнение, что есть мнение, что можно выполнять государственные платежи через PayPal. Если у него нет, то он глобально доступен, но туда не привязываются финансовые учреждения банков Украины. Поэтому, чисто гипотетически, в Банк Украины, вот если вместо бизнеса здесь government, государство, у него счет по-любому, или у нас в банке, или вообще в банке, и ты через PayPal делаешь, PayPal никогда в жизни сюда деньги не отправил. Поэтому, если вы работаете с госучреждениями, PayPal не катер. Даже в FPA может не до конца катить. Я не знаю, насколько они могут регламентировать каким-то фискальным чеком ту операцию, которую вы делаете. Ну, единственный законный платеж наставив — это LiquidPay в Украине. Какой-какой? LiquidPay на какие-то вы можете закидывать ограничения. А, они не делают фискального чекла с мокрой печати. Поют, да. А вы можете запечатать ограничения в Украине? А? Есть. Не, можно запечатать цифровым запечатанием. Правда, у всех он инвалидный, потому что нужно его запечатать через суть и по-моему, как там он называется. Через госреестр. Госреестр. Вообще, в Крим госреестр, есть одна типа зерочка, про которую все забывают. Да. Все забывают, засыпаясь электронный ключ юридического лица. Да. Я знаю. Ну, на самом деле, с платежными системами я тоже скину там одну статью. Айтишникам в этом плане проще, потому что вы можете потестить и быстро изменить. Во флане это немножко тяжелее. Но вот по этой схеме, о которой я рассказывала, нужно иметь в виду, что есть вот эти ребята, которые с каждым банком у них своя комиссия. Есть банки, которые хотят получать с каждой транзакцией разную комиссию. То есть у привата большие обороты, они делают микроскопическую комиссию и там не заметно. Поэтому они могут себе позволить делать оплату частями без процентов и прочей этой фигни. И есть банки, у которых нет таких оборотов в нашей стране. Они ставят большую комиссию, чтобы хоть как-то окупать себя. А у меня такие техничные вопросы. У меня про кредит банк. Я люблю оплату. Там, например, 100 гривен коштует, типа, вино. У меня списывается 99%. Тобто я получаю бонусом от банка 0,5%. Виза, просто виза. Это дисконтная программа платежной системы, в которой вот эти 50 копеек виза компенсируют. А компенсируют они так, что они банком... Я работала с бюджетами Мастеркарда и визы. Мне когда-то Мастеркард дал просто так 20 лимонов на эксперименты. Правильно. Я месяц экспериментировала, как все хотела. Классно. Визу, в свою очередь, делают свои программы лояльности. У них есть свои дисконтные предложения, они это компенсируют. Другой момент. Я думала, что ты это спросишь. Это очень важный момент. Кто компенсирует комиссию банка? Да. И вот эту комиссию банка компенсирует ее лицо. То есть вот ту цену, которую вы видите на ценнике, туда вложена комиссия Мастеркарда, комиссия банка и прочее. Поэтому очень часто до сих пор наши заведения и украинские бизнесмены пытаются уходить от аквайринга, потому что на самом деле при оплате через терминал они платят около 4% банку. А банк, в свою очередь, отдает Мастеркарду и прочее. Вот у меня так было заведение, куда я приходила, и они каждый раз, у нас не работает терминал, идите снимайте деньги. Я так говорю, как все работает. А они просто поставили туда еще бонусы и дисконты, и понятно, что они уходят в минус при эквайре. То есть там у них рядом отделение приватбанка, они там писали. Приходишь на розетку куповать, кажут, а готівка. Або через свой банк прогонять, когда мне очень незручно обновить. Потому что курс взагалі, ну не курса, ну або курс, если там цей, або за банковские послуги там треба заплатить до 6% бывает. Ну, короче таки. А помимо эквайринга по fellow proposition есть вопросы? Ну смотрите, на самом деле по развитию проекта fellow proposition тут будет гораздо круче поработать с каждым персональным. К сожалению, я не могу себе это позволить сегодня и на этой неделе. Может на новый рік десь на лыжах поговорить. Попроверить, как Scrum не двигается в команде. Можно? Аудит типа провести? Можно. А где вы Scrum организовываете? Как? Через какой диск-менеджер? Ну еще не организовывайте, не только думку. То есть не вас послушают. Четыре. Ну а попробуйте Kanban, так проще будет. А из него уже рано или поздно будете переходить в Scrum. Потому что нужно настроить хоть какие-то итерации, понять какую-то производительность каждого члена команды. Научиться с командой работать. Он проще, да? Гораздо. Ну его гораздо проще интегрировать. Туда можно домешивать элементы Scrum, типа стендапы каждый день. Там можно туда интегрировать в принципе MVP. То есть что типа каждый спринт должна выпускаться минимальная функциональность какая-то. Чтобы она составляла ценность для конечного потребителя. Тогда можно там привязать любую модель. Модель в свою очередь там помимо Waterfall есть еще V-образная, циклическая и итеративная. То есть я сейчас Scrum сделала V-образная модель. Что у нас еще? По ценностному предложению я вам скину еще материалы, вот эти все таблички. А если у вас будет желание, вы можете просто потом мне поскидывать. Я по мере того, как у меня будет время посмотрю, но время у меня будет в январе. У вас есть еще презентация или можно просто пропозитовать? По V-proposition я скину презентацию, книги, которые я говорила и табличку. Вы делаете в Украине, да? Да. И как V-proposition с нашими париклиниками, которые вообще далеки от этого? Смотри, V-proposition это с B2B. Но я же говорю, в IT это далеко не тактика, как это есть в маркетинге классическом, в офлайн, в отработанном. На рынках, где уже существует куча конкурентов. И Health в Украине это голубой океан. И проектам и коллективам моей команды, где я работаю, повезло попасть в голубой океан. И сейчас, когда все задаются вопросом, а надо бы сделать, а мы уже там. И большинству людей B2B сектора здравоохранения Украины здесь сейчас проще обратиться к готовому решению у нас, чем делать что-то свое. Не всем. Потому что есть такие игроки, как фарм-компания и аптеки, у которых до хера денег им лишь бы что-то сделать. А какие возвышения? У нас есть ряд проектов. Конкретно мой проект это мобильная медсестра. Это изначально был просто пилс ремайндер, еще до того, как я приходила. Я рассказывала, что мы запустили, мы придумали, мы проработали гипотетически 6 сегментов потребителей. А ты с Богданом Майлов не працювала? А? Богдан Майлов. Нет. А у них тоже какие-то тесты, мобильная медсестра, а вы что-то там не пошли. Не знаю. Тесты? Ну, он мне, как тестеру кидал, поставил, попробуй на андроиде. Ну, там что-то, короче, не склалось по фаунзеру. Не знаю, я сейчас там все, вроде все хорошо. Как говорить? Ну, может есть параллельно. Велый пропозицион, да, то есть здесь. И здесь посчастливилось быть просто для B2B реально первыми людьми с окном и экспертизой по этому вопросу. И здесь сейчас только правильное позиционирование работает. Просто когда мы вышли как пилс ремайндер, у нас жизненный цикл клиента заканчивался на неделе болезни. Потом человеку продукт не нужен был, и он уходил. В итоге концепцию пилс ремайндера мы оставляем как геймификацию и будем делать реально полезную вещь как medical assistant. То есть это уже следующая эволюция такого сервиса, это возможность заказать врача, медсестру, забронировать визит, получить анализы, получить электронный курс лечения, подключить себе первичного врача, педиатра, терапевта и прочее прочее. Возможность подключить наблюдателям кого-то, возможность подключить отчеты и оповещения моего врача о том, как я лечусь. Возможность собрать измерения, формировать их как физические показатели здоровья, отправлять. Это первый в Украине, и мы очень открыты для взаимодействия, и сейчас проводим следующую верификацию этой концепции. То есть концепцию пилс ремайндера мы отверифицировали, она осталась, но мы ее наращиваем, делаем сейчас, это просто по лекции, которые вы пропустили, были эти все темы. Сейчас мы реально начинаем следующие сервисы верифицировать и смотреть, как это будет работать на наших тестерах, в маркетах, проводить эксперименты. И что самое прикольное и интересное здесь, что у людей нет этой потребности, у них есть проблемы, которые мы решаем, но они не гуглят то, что мы им предлагаем. И благодаря тому, что будут появляться сервисы, которыми, по сути, пользуются, но они будут загоняться в ваш карман, в ваш мобильный девайс, туда будет легко привести и научить людей решать те проблемы, которые у них сейчас есть, тем решением, которое мы сделали. И наши воли пропозиции, по сути, в эти два слова вкладываются. То есть это медицинский ассистент, и дальше уже это просто конкретные функции, которые он предоставляет и помогает в процессе твоей истории лечения и, в принципе, пребывания как члены медицины. Ну, у вас ассистент это уже получается. Да, да, да. Да, да. Ну, просто мы, по сути, битвсишны, но работаем из битвиль. Как-то так. Да. Я буду, как задние ряды, почти до збитки вам. Не збитки, а збитки. Я мав концепцию, назвал ее «галик», но там была связана с тем, что люди взагалі не могли бы взвертатися до героев. А просто, ну, там, мало ли говорить, что, кроме очень сложных випадков, яка бы пропорцировала формулу взаимодействия, ну, такие так называемые лекарские практики, Я поняла. Это проблема нашей страны. Не-не-не, я сейчас скажу, просто ты реально ее усугублял этим сервисом. Потому что у нас не существует культуры первичной медицины, в принципе. У нас люди не обращаются к терапевту, он сидит, у меня горло болит, я пошел к гору, горло лечить. И потом он сидит и месяцами лечит горло. А оно не вылечивается, потому что у него, на самом деле, была аллергия. И вот ты тем, что ты делал, без первичной медицины, это все усугублял. Идея в том, чтобы потом привязать это до геолокации, до лекаря, який запихнули за цей территорией. Тобто, что, мовляв, консультацию, он, умовно говоря, что экспертов... Короче, Uber для врачей? Да, типа так. К марту я это сделаю. Для врачей? Да. То есть вызывать себе врача, который рядом. У нас просто сейчас же уже будет семейная медицина первичная. А лучше с симптомами, если ты больше? Это уже ты говоришь про сервис вторичной медицины. Есть разные вещи. То есть первичная медицина, это консультация именно тебя по симптомам и направление во вторичную. Это то, что наши люди сейчас пытаются делать с помощью Google, и это неправильно. С этим примером. У тебя были дуру, а ты пойдешь к лорал, а у тебя на самом деле аллергия, а у тебя колерку. У меня такие симптомы, которые до кого меня не питают. То есть у меня такие симптомы, такие-таки, до кого меня не питают. Да не угадаешь ты, ты можно, консультацию можно делать. Вот ты знаешь, я на своем здоровье проверила вот такую дебильную теорию. Я поверила там без анализов, без ничего симптомам. Врачу, подожди, да слушай. Нет, я пошла к человеку, который специализируется, который должен был меня отправить на анализы. Но он этого не сделал, он мне поставил диагноз. Я полгода лечила то, чего у меня не было. А потом я без назначения врача прошла и сама сделала анализы. И по заключению в частной клинике я реально получила диагноз, что у меня есть что-то, что нужно оперировать. А пошла бы я реально к терапевту, он бы мне сначала дал назначение на все. Я бы прошла все анализы. И потом, согласно этим заключением, он бы меня отправил. И я бы не потеряла полгода. То есть мы выходим, занимаемся надправленным лечением. Вот то, что ты сказал, Серлица, это не лечение. И это тоже, который наличит загальную проблему в том, что качество послуг, правда, ниже нуля. Вот в том-то и дело. И Open Data инкубаторы, информационные технологии, они, в принципе, работают на то, чтобы улучшить сервис, сделать конкурентоспособный рынок, то есть чтобы он был открытым. И чтобы все между собой взаимодействовать и вывести часы. То есть я сейчас не делаю сервис, который будет давать готовое решение человеку, как типа, если у тебя болит нога, иди к хирургу, отрежь ее. Я буду давать сервис возможности, первое, подключить себе врача-терапевта, который будет тебя вести. И поскольку он будет за то, как он с тобой работает, получать конкретно за тебя в год 230 гривен, он будет сам тебе писать, а ты там болел два месяца ангиной, а пройди, проверь там у себя количество, там не знаю, каких-то составов крови, если у тебя осложнение на сердце. Или у тебя была проблема с коленом, как ты прошел курс, сделай повторный снимок. И он будет с тобой там коммуницировать, и будет тебе сервис. Мы не решаем вместо пациента, и не дай бог вместо врача, что делать при каких-либо случаях. Мы даем реальный интерфейс, с помощью которого все эти игроки медицины смогут взаимодействовать с тобой как пациентом, и ты, будучи клиентом, потребителем, сможешь согласно закону потребителя требовать к себе соответствующего отношения. Я не буду обзывати это дебильным, но я просто вважаю, что если у нас нет мини-лабораторий в хате, когда ты можешь сам себе сделать, ну не сам, а вот такой экспресс-лабораторий, где ты можешь подключать все сервисы украинские, тогда не будет реальный интерфейс, потому что... А почему нет? А почему нет? А почему нет? Ты знаешь, что их нет? Можешь на базе такие лаборатории? Да. Ну, например, ясенево, мы можем сказать, у вас есть как-либо меньше... Я тебе скажу больше. Есть сервис, который обслуживает лаборатории, анализ, формирует их в правильные медицинские электронные данные и позволяет получить к этому доступ. И, имея идентификатор пациента, пациент может обратиться туда, получить свои данные и отправить в речу. Еще один сервис нашей компании. Есть сервис, который тебе позволяет забронировать визит к врачу, получить консультацию. Но сейчас уже эволюция док-юа, док-юа уже теряет свою популярность, потому что они тебя отправляют туда, куда тебе не надо. Потому что, опять же, ты туда сам придумал и прогуглил по своим симптомам, что тебе туда надо. И, например, следующее... Чтоб не отправить клиента, если он готовится за гроши заплатить? Почему он хочет заплатить? Вот. И в итоге клиент платит, идет на консультацию, и выражает такой... Не подтвердилось. Нет, не ко мне. Извини. А дети это заплатили? Нет, нет, нет. А это неправильно. Это проблем у врача. Врач мает сказать, знаете, не подтвердилось, вам повезло. Сходите еще до того. А потом до того. А потом до того. А ты как клиент в итоге такой, типа, все равно побыл на консультации. Он как консультант. На верификацию вот такого впечатления на самом деле нет. Люди очень сильно оценивают свое время. И пойти к одному врачу потратить 2 часа, а потом пойти ко второму, а не один раз потратить 2 часа. А вот это проблема. Можно пятый и потратить 600 гривен за 2 часа. Есть на Печерский военный госпитал, там такая огромная территория. И когда врачи начинают посылать, ты иди туда, а потом пойди туда, и вот можно просто реально ходить сутками там. В общем, на самом деле, очень жаль, что все на 10 не пришли. Надеюсь, вам чем-то помогает. Там часты на людей бываете, так что... Кто? Часты на людей. Ну, вот, извините. Вот, 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 запишется. А, я поняла. Вот, то есть, по большому счету, я вам сейчас скину информацию по мере того, как у меня будет время. Можете что-то сделать по тем тузам, которые я вам давала, по тем инструментам? И потом поскидывать, и со мной общаться. Там, отвещение на вопросах, то есть, в принципе, это что, ну, документация, которая реально есть, ну, и нужно вести в проекте. Это этап создания гипотез и перехода к их верификации, то есть к их тестированию. Это самый первый этап, когда там вот у тебя вроде есть идея, тебе надо протестировать прототип. Вот этот вот шаг, гипотеза протестировать, вот это вот, вот этот план. То есть создать сегменты, вопросы, value proposition для них и протестировать. Потом ты уже выходишь к реально готовым моделям и остаешься на каком-то одном сценарии, максимум двух. И уже концентрируясь на них, ты реально строишь бизнес-модель. А там таблички, эти там уже ссылки куда-то, у них они будут у нас тоже, да? Вообще-то нет. Это из моих бывших проектов, где я там на фрилансе, на аутсорсе подавала. Делала анализы, аудиты. Презентацию, табличку я вам дам, постараюсь, книги дам, откуда я это все коммуниздила. Ну, не то, что там в книгах совершенно другое. То есть, на самом деле, я вам дала выжимку из шести книг. Немножко. То есть, я просто дала самое яркое, которое вас и впечатлит, и замотивирует, и даст вам теги, которые вы прогуглите, и реально найдете решение конкретно для себя. Как-то так. Ну, в принципе, я у вас везде в группе есть. Пандат Инкубатор меня эксплуатирует по полной. Так что, я думаю, я еще вернусь, чтобы меня еще поспрашивать, подостать. Спасибо. Я вас бежала. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Может, кращая на визитку, а просто в друзей одразу ждать их с НКБ. Добавляет. Мобильная цестра, воно звучит даже так... В общем-то, если ты посмотришь, то с обратной стороны мой дизайнер прикололся и сделал айпонку в стиле меня. С голубыми глазами и рыжими глазами. Ну, зато выспомните мой проект. Берите, тестируйте, а там со временем поспустите. А на Фейсбуке, да. Там для визитки там есть? Нет. Ваша группа закрытая. Опытат инкубатора, антикоррупционная группа. Вы еще не писали? Я туда добавилась вечера. Я с Диоли Баранец. А вы должны вас у тебя брать? Вы просто... Чуть-чуть, ну я решу, чтобы пробовать. Главное, чтобы в этой визитке врача не вызывать, если там насморк... Пока еще нет. Я это забываю. Я вот, допустим, визитка лежит, да, и... Мобильная визитка? Мобильная визитка. Че, я проконсультирую. Я отправлю туда, как ему надо. Виж 991 пропел Анки Ковчал. Смотри, на самом деле... Або я сейчас кину в чем. Ой, Ковчал. Проект существовал до меня, и я в него увлекалась постепенно. Сейчас, как бы... Я, в принципе, заинтересована и своим элитруистическим исчалом, потому что я около 6 лет занимаюсь большинственными проектами. Общественные проекты, вот, это, ну, как бы, в качестве волонтера, но общественные проекты, так? Я их создавала. Толь, который нельзя монетизировать, да, больше всего? Ну да, то есть, в принципе, его нельзя монетизировать, сделать из него бизнес-керетики. Я просто хотел поступать, потому что, власне, я тоже занимаюсь сообщественными проектами, как створил деколька проектов. И я власником... А, вот тебе. Вот. Намальованный там. Ага. Вот. Ну, на самом деле, как бы... Я недавно получила разрешение платить SEO, и у меня уже просто... Разрешение SEO будет тебе? Ну, я просто была в YouTube, но занималась каким-то ограничением. В компании, может, вас? Через чудо. Ну, в своем проекте. А потом просто я забрала все речи и управляемые в Москву, и начал работать по прямой с института. И там у меня уже, может, приедали. Разрешение. Это известный человек. Кипал у зайца, ледяло ее медсестру. Что ты будешь сидеть? Ладно. Дядька. Что ты будешь сидеть? Я просто это, пойду покой. Я тебя побью, честное слово. Вот убью где-то в подвороте.